МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. 29 апреля под эгидой волонтерского движения в Сарове прошла международная акция Сад памяти. В молодежном центре прошел торжественный вечер, посвященный весеннему призыву в ряды российской армии. В Ледовом дворце торжественно закрыли хоккейный сезон. Далее расскажем обо всем подробно. В Сарове во второй раз прошла акция Сад памяти. Ее цель – создание зеленых памятников тем, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. В этом году к акции присоединились учащиеся и преподаватели школы номер 11, ставшие полуфиналистами проекта школы Росатома. Это социальный проект, каким образом горожане могут почтить память своих предков. Вот это результат нашего проекта. Наши инициативы поддержали местные власти. И сегодня мы присоединились к международной акции Сад памяти. Для Дарьи Чумаковой акция стала особенной. Школьница занимается исследовательской деятельностью. И это помогло ей в изучении боевого пути своих предков. На протяжении нескольких лет Дарья вместе с родителями искала информацию о родственниках, участниках Великой Отечественной войны. Бывает так, что участники пропали без вести или попали в плен, и информация о них затерялась. И когда человек узнает, что родственник у них есть, просто он пропал, а вот информация сейчас появилась, то это такой рывок в сохранении, чтобы потом последующие поколения знали о нашем бессмертном подвиге. Особенностью Сада памяти стали таблички, которые родственники участников войны установили рядом с посаженными деревьями. На каждой памятной табличке представлены имя и QR-код, а сканировав который, вы попадете на страницу с информацией о человеке, в память о котором посажено дерево. Проект показывает людям, как можно и как важно сохранять память человеческую, чтобы никогда не повторились те страшные эпизоды человеческой жизни, эпизоды войны. Подробная информация о проекте и участие в нем в Саровской группе ВКонтакте «Спасибо за жизнь» и на официальном сайте проекта «Сад памяти». Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Звонки из банков. Саровчанин взял кредит в банке на сумму 250 тысяч рублей, часть из которых успел передать мошенникам. Мужчине позвонили с незнакомого номера, якобы сотрудники банка и предупредили о подозрительной активности на его счетах. Будто кто-то оформляет на него кредиты, поэтому он должен сейчас прийти в банк, сам оформить кредит и отправить всю сумму на указанный счет, что потерпевший и выполнил. Если представляется вам сотрудником финансового мониторинга, служб безопасности банка, сотрудниками правоохранительных органов, которые проводят операции по поводу поимки мошенников, которые работают в банке и так далее, не надо вестись на эти уловки, просто положить трубку и перезвонить на номер 900 либо на тот номер, который указан на обратной стороне карты и сообщить о данном факте. Отдых с подвохом. Еще в марте житель Сарова на одном из сайтов нашел путевки в дом отдыха «Кобзарь» в Крыму с 20-процентной скидкой. Забронировал три места и оплатил их онлайн, переведя мошенникам 140 тысяч рублей. Спустя несколько недель сайт вовсе перестал существовать и летний отдых в саровской семье оказался испорчен. В данном случае хотелось бы гражданам посоветовать, что лучше потратить время посетить те турфирмы, которые находятся на территории города, где, соответственно, с живыми людьми можно обсудить и скидки, в том числе и возможности отдыха, и путевки, и передвижения к месту проведения отдыха. Убыточная компенсация. Пожилой саровчанке позвонили мошенники и представились сотрудниками правоохранительных органов. По их словам, женщине положена компенсация полтора миллиона рублей за некачественный лекарственный препарат, который она заказывала в интернете в прошлом году. Вот только чтобы получить эти деньги, необходимо их застраховать, отправив аферистам 40 тысяч рублей на указанный счет. Теперь необходимо заплатить еще 40 тысяч рублей для того, чтобы служба инкассации привезла эти денежные средства в город к ее подъезду. Соответственно, она пришла снова в отделение Почты России и через перевод моментальный еще 40 тысяч перевела мошенникам для того, чтобы инкассаторы привезли ей денежные средства, полтора миллиона рублей домой. «Я твой внук попал в ДТП. Чтобы решить вопрос с правоохранительными органами, нужно дать им взятку». Примерно так начал свою речь мошенник, дозвонившийся пожилой саровчанке. В результате женщина отдала аферистам 100 тысяч рублей. Те перезвонили снова и потребовали еще 250 тысяч рублей. «Бабушка сказала, что 250 тысяч у меня нет, у меня есть только 70 тысяч. На что мошенники сказали, что денег будет достаточно, сейчас вам опять придет эта же девушка отдать ей денежные средства. После чего девушка пришла, бабушка еще 70 тысяч стала отдавать, но девушка поняла, что происходит что-то непонятное, и денежные средства 70 тысяч рублей вернула назад бабушке». Всего за этот год в Сарове зафиксировано 37 случаев мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Число больных астмой людей растет во всем мире. Для того, чтобы контролировать эту болезнь, под эгидой ВОЗ была разработана глобальная стратегия контроля аллергических воспалений – джина. Ее пересматривают и дополняют каждые 2-3 года. По ней работают во всем мире – и в США, и в странах Африки. На основе джина в России разработали национальную программу, по которой и работают наши специалисты. По мере накопления знаний стало понятно, что это одно и то же аллергическое воспаление, но с очень разными фенотипическими индивидуальными проявлениями. Астма у мальчиков, астма у девочек, астма и ожирение, астма и диабет, пульсовая бронхиальная астма, астма физического усилия, астма часто болеющих, инфекционно-зависимая бронхиальная астма, возрастная астма, профессиональная астма. У больных астмой возникают стойки дыхательной обструкции, которые не снимаются без применения специальных средств. Сдавливающие боли в груди, одышка, свист в легких, ночной сухой кашель, затрудненность выдоха. Эта болезнь не лечится, но при раннем выявлении ее можно хорошо контролировать. Важно вычислить то, что запускает приступы, и устранить триггерный механизм. Но причина 15% от всех астм остается непонятной. Хорошо в борьбе с астмой помогают занятия и музыка. Занимаются хором, занимаются боевыми искусствами. Все, что с дыхательными упражнениями, очень идет. Очень идет для наших астматиков. Плавание, спортивная гимнастика, да все, что угодно. С конца 90-х Марина Юрьевна ведет астму-школу, проводит лекции для родителей. В рамках индивидуальных занятий она учит детей, как контролировать болезнь. С помощью этого самоконтроля можно менять уровень базисной терапии. Подход к каждому пациенту индивидуальный. Если ребенок справляется на негормональной терапии, контролируемое течение, без частых обострений, значит мы не будем использовать гормональную терапию. У нас идут другие средства для базисной терапии прикрытия. Если же ребенок не справляется, то мы начинаем базисную терапию и не обязательно на два года. Сегодня астма – это не приговор. Соблюдая все рекомендации медиков, человек может жить полноценной жизнью. И если в 90-е годы этот диагноз практически закрывал двери в профессиональный спорт, то сейчас астматики занимают призовые места на различных мировых чемпионатах. Диагноз – астма. Есть у футболиста Дэвида Бекхэма, четырехкратного победителя Тур-де-Франс велогонщика Криса Фрума, двукратного олимпийского чемпиона, пловца Томаса Долана и других. Екатерина Апионова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей САРО-24. Учиться – это вкусно. Уже этой осенью юные подопечные волонтерского центра «Радость моя» начнут постигать азы кулинарного мастерства. Для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью добровольцы разработали проект «Гостиная с припеком». И сейчас активно работают над его реализацией. Наша задача, чтобы ребята научились что-то делать на современном кухонном оборудовании, чтобы в будущем они могли для себя выбрать, на чем они сами хотят готовить дома у себя. И, может быть, подумать, как переоборудовать домашние кухонные уголки, чтобы для них это была такая доступная среда. Все необходимое кухонное оборудование приобретут на грантовые средства, которые проект выиграл на конкурсе малых грантов «Православная инициатива». Так в гостиной с припеком появятся современная духовка, мультиварка и мультипечь. На реализацию проекта отводят три месяца с августа по октябрь. «Мы пригласили к участию в этом проекте профессиональных поваров. Оказалось, что один из волонтеров наших – это профессиональный повар. Потом у нас есть партнеры, которые нам часто помогают. Это кафе «Веранда». Они нам не отказали. То есть у нас вот такие планы. Может быть, мы привлечем еще кого-то, потому что выясняется, что желающих обучаться готовить гораздо больше, чем мы даже предполагали». Юная саровчанка из клуба «Инсайт» мечтает стать дизайнером. Под руководством волонтера из Ярославля они уже разработали дизайн гостиной с припеком. Грантовые средства покроют только покупку оборудования. А вот ремонт гостиной, прихожей и туалетной комнаты ложится на плечи добровольческого центра. «Даже если мы используем тот кухонный небольшой уголок, который у нас есть, нам пожертвовали небольшой такой кухонный уголок, но в любом случае нужна новая столешница, нужна мойка, нужны, как это называется, вот эти сантехнические все приборы нужны». Ремонт нужно закончить к 1 августа. Помочь волонтерам с реализацией проекта может любой желающий. Для этого необходимо связаться с Анной Виноградовой по телефону 8 906 353 46 37. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Детская школа искусств объявила набор на новый учебный год. Для юных саровчан приготовили общеразвивающие и предпрофессиональные программы. В общеразвивающих малышам от 6 до 9 лет будут преподавать основы исполнительного искусства, а детям от 10 до 15 помогут освоить эстрадно-джазовое искусство. «Очень востребована нашими горожанами программа подготовительного отделения «Раннее эстетическое развитие», на которое мы принимаем деток с 3 лет. И также у нас есть годовые программы – это архитектура, хореография, хоровое пение. Эти программы являются подготовительными для уже поступления на предпрофессиональные программы. Фортепиано, народные инструменты, духовые ударные инструменты, хоровое пение, хореографическое творчество и архитектуру изучают юные саровчане по предпрофессиональной программе. Возраст поступающих – 6,5-9 лет. Своих талантливых учеников преподавательский состав помнит даже спустя много лет после их выпуска. «Упускники с удовольствием возвращаются в школу. Есть выпускники, которые работают в нашей школе – Екатерина Викторовна Терешкина, Ирина Николаевна Минеева. Но есть выпускники, которые сейчас обучаются, например, Московская государственная консерватория, выпускники консерватории Московской, они приезжают к нам с концертами. Олег Худяков, Аня Рудакова, Полина Шевлягина, которая сейчас является студенткой Казанской консерватории, Алексей Колымаев, Николай Сезонов. Много». Заявление о приеме принимают в детской школе искусств по адресу улица Гагарина, дом 22. Более подробную информацию о правилах приема можно узнать по телефону 98400 и 98402. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Ежегодно с приходом весны появляется информация об активизации докхантеров. На своих форумах в интернете они прикрываются благородными целями и уверяют, что их задача – истребление исключительно безназорных бродячих собак. Остальные – случайные жертвы. Но только случайной жертвой может оказаться кто угодно. Не только домашнее животное, но и маленький ребенок. «Есть закон по защите прав животных и жестокому обращению с животными. И это не административное правонарушение, это уголовное нарушение. Поэтому всем владельцам, если вы увидели, что что-то непонятное бросает человек, тут же снимаем на телефон, тут же фотографируем». Многие владельцы пренебрегают безопасностью питомца и отпускают его на самовыгул. Наткнуться на разбросанные докхантерами вкусняшки собака может где угодно – в парках, дворах, площадках для выгула. А последствия такого перекуса часто плачевны. «Это несправедливое дело. Почему? Потому что если мы разводим собак, мы должны отвечать за их жизнь. Поэтому я против». В траве приманки увидеть практически невозможно. И первые признаки отравления хозяева порой замечают слишком поздно. Чтобы минимизировать риски для жизни и здоровья, питомца нужно научить командам «фу», «дай» и «плюнь». Если в вашем доме живет четвероногий друг, то в аптечке всегда должен быть активированный уголь, а в телефонной книге номер дежурного ветеринара. Заметив за питомцем любые признаки недомогания, сразу обращайтесь к специалисту. И ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей «Сарова-24». Солдатами не рождаются. 29 апреля в Молодежном центре прошел торжественный вечер, посвященный весеннему призыву. Вокальная школа-студия Василины Данченко «Дива» и студия спортивного бального танца «Дека» подготовили для призывников творческие номера. Такая поддержка будущих защитников Отечества стала для «Сарова» доброй традицией. Где бы ни довелось служить нашим призывникам, они должны помнить о том, что они сыны нашего славного города Сарова, где создается ядерный щит нашей Родины, нашей страны, Россия. О том, чтобы они с гордостью несли имя саровского солдата. С напутственным словом к призывникам обратились представители общественных организаций и духовенства. Протеерей Владимир Кузнецов благословил их на службу в армии и подарил молитвословы. А ветераны боевых действий поделились опытом с юношами. До сих пор я со своими друзьями, с кем я служил, встречаюсь ежегодно. Поэтому вам желаю, чтобы вы приобрели настоящих друзей, потому что друзья познаются именно в трудностях. И чтобы они были у вас на всю жизнь. В завершении вечера для призывников провели викторину и вручили им памятные призы с символикой города. Анна Пилипец, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей, Саров, 24. Поленос – это классика аллергического воспаления, говорят специалисты. Первый тип аллергической реакции немедленного реагирования. На нем учат всех аллергологов. По сути, поленос – непереносимость пыльцы. Первые симптомы аллергики начинают чувствовать, как правило, в апреле. В этом году обострение легкое, раннее и пологое. Нет бурного цветения. В этом году, значит, уже с 7 апреля мы принимали детей, у которых с 1, 2, 3 апреля идет клиника Ринакомиссия. И вот она сейчас, нельзя сказать, что увеличилась, вот так идет как-то с медленным нарастанием числа детей, потому что, ну, весь апрель. А закончится это может в конце мая. То есть раннее начало не гарантирует быстрого окончания обострения. Иногда обострения длятся не 4 недели в апреле и мае. Порой аллергики мучаются по полгода. Вино этому – реакции на споры грибов, которые образуются в феврале и марте. Луговые травы, цветущие во второй половине лета. Сорные травы, которые могут пылить до середины октября. Это очень разноплановая клиника. То есть вот самая легкая и часто встречаемая – это риноконнициальная форма. Отек, зуд, слизистечения из глаз. Явления ринита, причем такие. Они могут быть как резкий отек, который не дает человеку дышать носом, ночной храп, головные боли, выматывающие, так называемые сопельщики. И есть дети, которые их называют чихальщиками. Картина острого аллергического воспаления. То есть он может чихнуть 15, 25, 40 раз подряд. Самое серьезное следствие полиноза – формирование бронхоспазма, когда носоглотка не выдерживает обороны перед пельцой. Чтобы не пустить врага, легкие сужаются, и развивается приступ бронхиальной астмы. Другие аллергены можно убрать. А вот над пельцой мы не властны. Весной и летом она везде. Готовиться к сезону цветения надо заранее. Очень многие дети у меня стали готовиться к майскому сезону цветения полиноза с февраля. Те, кто игнорирует эти вещи, то есть не готовит заранее, они сразу получают заряд аллергена в лицо и дальше как выдерживает организм. Мы можем остаться в легкой форме, и мы можем потяжелеть. Здесь никогда ничего нельзя сказать. Время работает на нас. То есть как бы очень тяжелый манифест у детей младшего возраста и более легко у подростков. В апреле и мае цветут шесть деревьев. Реакции вызывают лещина, ольха, клен и ясень. Но самая высокая реактивность идет на березу. Она может пылить на 20 километров. В старой части города пыльцы больше, но и новому району достается. Однако есть интересная деталь. В городе аллергия переносится тяжелее. Выхлопные газы вносят свою лепту. А вот уезжая в деревню, которая стоит в березовом лесу, дети, как правило, чувствуют себя лучше. Если возможно выехать за зону нет, придерживайтесь простых правил. После прогулки умойте ребенка. На улице надевайте на него маску и солнцезащитные очки. Обрабатывайте слизистую носа. Пользуйтесь очистителем и увлажнителем воздуха. И не забывайте про антигистаминные препараты. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Гармоничный синтез живописи и керамики. На выставке «Ультрамарин и бирюза» работы нижегородских художников Ирины Жемчужниковой и Натальи Костровой перекликаются буйством красок и созвучием сюжетов. С творчеством второго автора саровчане уже знакомились в 2012 году. А вот картины первого жители нашего города увидят впервые. Ирине Жемчужниковой достался «Ультрамарин», хотя он не главный в ее работах, если посмотреть на выставки. А Наталье Костровой, конечно же, досталась эта прекрасная бирюза, которая как будто бы настоящий камень, многоцветно, сложна и с такими очень интересными рисунками. В одной части выставки посетители могут полюбоваться картинами и керамикой на тему путешествий и моря. Здесь афродита в пене, завитки волн, парусная регата, катер, который рассекает водную гладь, пестрые птицы, виды Байкала, Крыма и даже Испании. Здесь, наверное, зритель наш настроится на ближайшее лето, которое наступит вот-вот уже с приходом тепла. Я надеюсь, что с приходом этой выставки. Вторая часть экспозиции больше, конечно, связана с нашими нижегородскими краями и нашими соседями. Там и городская старина, и деревенский уют, и животные мегаполиса и деревенских окраин в керамике представлены. Выставка, в которой объединили более ста работ членов Союза художников России Ирины Жемчужниковой и Натальи Костровой, продлится до конца июля. Также организаторы планируют творческую встречу с авторами. Ближайшие сборные экскурсии для частных посетителей пройдут 4, 5 и 6 мая. Предварительная запись по телефону 7 02 87 или 6 64 09. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Более 58 тысяч посетителей и 1600 экскурсий в Сарове. За 10 лет музей военно-морского флота из камерной организации с 15 стендами превратился в исторический комплекс из 36 экспозиций. Идея создания возникла еще в 2004 году, но воплотить ее в жизнь удалось лишь спустя 7 лет. Благодаря бывшему директору библиотеки имени Маяковского Татьяне Тихонова и бывшему главе администрации Валерию Димитрову, которые предоставили подходящее помещение. Приняли первый раз американскую делегацию, которая приехала, наша побратима Солос-Аламоса, городская администрация. И одна из женщин, тогда были удивительные слова сказанные. Музеи – это такие холодные помещения, потому что в них выставлены неживые предметы, какие-то факты, стенды, и вот как-то в них прохладно. А вы знаете, вот в вашем музее тепло, то есть вот настолько он душевно согрет. И мне поразило, что вот казалось бы, вот каким образом она может оценить нашу работу по тому же администрации Шакова, то есть что он мог для нее представлять, но тем не менее такая оценка. Спустя полгода работы все поняли, что нужно расширяться. Ветеранам ВМФ предоставили большой читальный зал на втором этаже. С тех пор музей располагается здесь. Его гордость – единственная в России передвижная выставка, которая полностью рассказывает о жизни и судьбе адмирала Федора Ушакова. За пять лет по России ее посетили более 120 тысяч человек. Последние четыре года саровчане участвуют в военно-морском параде в Санкт-Петербурге. И этот не станет исключением. Мы тоже гордимся, что, допустим, мы первые музеи, пока единственные музеи в атомной отрасли военно-морской, к нам прибывали. И представители руководства Росатома, я не говорю других ведомств, это очень большой перечень. Большая благодарность от нашего музея, от наших ветеранов флота, именно администрации нашего города и руководства Федерального ведомства центра. Потому что лично Валентин Ефимович Костяков очень много делает и понимает, что вот наши эти выезды – это хорошее поддержание и создание положительного имиджа города Сарова, федерального авиацентра за пределами территории Нижегородской области. В честь юбилея Музея военно-морской славы в Питере 24 апреля прозвучал полуденный выстрел с бастиона Нарышкина Петропавловской крепости. Три, четыре, пять, огонь! В городе Санкт-Петербурге было впервые вообще история нашего города, ну, нашей организации, произведенный выстрел в честь города Сарова. Десятилетие музея, Саровского музея военно-морской славы, чем мы очень гордимся. Члены общественной организации ветеранов ВМФ непрерывно проводят научную работу, открывают новые исторические факты. Еще одно отличие музея от остальных в городе – его интерактивность. Здесь взрослые и дети могут примерить обмундирование, потягать якорные цепи, постоять за штурвалом настоящего корабля. Посетить музей можно по предварительной записи по телефону 8 910 127 19 49. Дарья Козина, Евгений Шевцов, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. Ритмы пионерских маршей, шаги знаменосцев в стенах Дворца детского творчества звучат каждый год. В этот раз в смотр-конкурсе «Бей барабан» участвовали 13 организаций «Союза сияющей звезды». Вика Романова из «Дружины Радуга» музыкальный инструмент осваивала на протяжении года. Девочка, как и ее соперница, исполняла пять маршей. Самая сложная из них была последняя, это марш походный, потому что он последний, ты волнуешься все больше, что можешь ошибиться и еще что-то. Именно к конкурсу я готовилась также с начала марта, когда ты учишь сигналы, но ты их же и играешь. Игру шести музыкантов-новичков и восьми опытных исполнителей жюри оценивала по отдельной программе. Виктория Романова стала победительницей среди начинающих. Также жюри внимательно рассматривали 16 знаменных групп. Четкость шага, синхронность действий, внешний вид и подачу команд. Безусловно, ребята выступают в первую очередь для себя. Все победители и призеры получат грамоты, сертификаты и возможность попасть в свой отряд барабанщиков. «Союз сияющей звездой» 30 лет объединяет в своих рядах ребят, которые чтут традиции и духовные ориентиры. Для них выступление на смотр конкурса – не просто рядовое состязание за награды, а возможность проявить себя через пионерские символы, связывающие поколения. Это наша ценность, это специфика нашего города. И это, я считаю, очень значимо для того, чтобы ребята уважали свою организацию, которая живет в нашем городе. Победителями конкурса стали «Союз солнечной» школы номер 5 и «Дружина радуга» из гимназии номер 2. Совсем скоро сводный отряд барабанщиков выступит на митингах, посвященных приему в пионеры, а также, если снимут ограничения, на празднованиях Дня Победы. Дарья Кузина, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24. Более 10 лет царовским командам не удавалось занять призовые места в дивизионном этапе соревнований «Нижегородская зорница». В этом году воспитанники военно-спортивного отряда «Барс» в упорной борьбе завоевали второе место, набрав равное количество очков с победителями. Одного и того же места быть, дубляжей быть не может, поэтому кому-то необходимо присвоить все-таки второе место. И поскольку в положении прописано, что такими критериями является тактическая подготовка и туризм, то по тактической подготовке первое место было как раз у Суровать, а второе место было у нас. Школьникам предстояло преодолеть переправу и полосу препятствий, продемонстрировать навыки строевой подготовки, стрельбы, метание гранат, сборки-разборки автомата, проверить свои знания в военно-исторической викторине. Бороться ребятам пришлось не только с соперниками, но и с погодными условиями. У меня вызвало сложности это, наверное, отжимание, потому что мы их выполняли во время сильного ветра и шел дождик. То есть мы когда отжимались на доску ГТОшную, капал дождь, и нам было скользко руками держаться. Еще нам судьи говорили, что можно отдыхать, но на отдых они нам давали время раз-два-три. Призовое место в дивизионном этапе позволит ребятам продолжить борьбу в финале областных соревнований. Под руководством капитана отряда Александра Решетова они усердно готовятся к следующему этапу и прорабатывают свои ошибки, чтобы в финале занять высокие места. Мы сейчас несомненно отработаем то, что у нас было хуже, то есть туризм, отработаем и еще потянем историю. Мы набрали хоть второе место, но по сумме баллов можно намного лучше все-таки выступить. Также будем уделять внимание одеванию общего из кого защитного костюма ЛЗК, потому что другие команды выступили получше, чем мы. Финал соревнований пройдет с 12 по 15 мая в лагере «Салют» Городецкого района. Стук, клюши, громкая музыка и шум трибун. Так в Ледовом дворце встречали хоккеистов, завершивших сезон 2020-2021. В торжественной обстановке подвели итоги по каждой возрастной группе, наградили лучших игроков. Особое внимание уделили выпускникам. Команде «ЮХЛ» под руководством тренера Сергея Кулебакина. «Они у меня самые лучшие, конечно. Долго очень обучались в школе, постигли и научились очень многому. Все старались, все молодцы. На протяжении всех этих лет никому у меня претензий нету». Игрок «ЮХЛ» Никита Багдашин весь сезон упорно готовился к переходу в молодежную хоккейную лигу. Спортивную карьеру юноша заканчивать не планирует и стремится покорить новые высоты. Хоккеист с теплотой вспоминал о прошедшем сезоне и о команде. «Грустный день. Не хотелось бы, чтобы это все заканчивалось. Хотелось бы дальше так же играть, но подходит возраст и пора двигаться дальше. Команда у нас получилась как целая семья. Все друг друга уже как родные. Все друг друга поддерживали, помогали». После поздравления выпускников и посвящения в хоккеисты ребят 2012 и 2013 годов рождения, на ледовой площадке прошли конкурсы, где младшие ребята показали мастерство владения клюшкой и шайбой. «Я бил броски на точность. Забил всего два из десяти. Мне больше всего понравились булиты, как люди пробивали». Кульминацией вечера стал матч между ХК «Саров» и выпускниками спортивной школы. Игра прошла в дружеской атмосфере. Двойное золото городских соревнований по плаванию для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью завоевал Дмитрий Шаров. Воспитанник спортивной школы ИКАР показал лучшие результаты на дистанциях 50 метров на спине и 50 метров бутерфляем. «Самое сложное дистанция – это было 50 метров бутерфляем, потому что там идет нагрузка больше, и из-за этого устаешь больше. Спина, ну она для меня легкая». Плаванием Дмитрий занимается девятый год. Кроме этого еще успевает тренироваться в волейбольной команде. Нравится и то, и другое. По словам юноши, спорт заряжает его энергией, дает почувствовать внутреннюю силу. «Ну, плавание меня мама записала сама. Волейбол я хожу в школу, то есть мы в школе тренируемся. То есть вот три года назад нам сказал школьный тренер по физической культуре, что открывается такая-то группа, и идет набор, то есть мальчиков и девочек. Ну, мне как бы стало интересно, ну и вот понеслось». На соревнованиях в молодежном центре свои силы попробовали спортсмены из пяти учреждений города. В прошлом году из-за пандемии традиционные соревнования провести не удалось. Поэтому в этот раз организаторы и участники были особенно рады встретиться на турнире. «Общее число детей в районе 20-23 человек. Плавали различными стилями. Это кроль на груди, кроль на спине, бутерфляй и брас. Все прекрасно проплыли. Хорошо, достойные результаты. Все старались. Соревновательный эффект достигнут». Победители и призеры городских соревнований по плаванию для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью получили медали и дипломы Департамента по делам молодежи и спорта.